Сиг! 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 World Downfall является одним из самых важных исторических и влиятельных грайн-кор альбомов. Лирика альбома посвящена социальной несправедливости. А также музыка делает альбом подобным альбому группы Напалм Дэс Скам. Кавер арт альбома содержит исламистских террористов, ядерной электростанции, мертвых тел и второго пришествия Иисуса Христа. Треть песен были наработкой придуманной группы Науси. Альбом был выпущен в 1989 году. Перед этим группа выпустила сплит с альбомом. Сразу же после выхода альбома Джесси Питанда ушел в Напалм Дэсс, а Дэвид Винсетт и Пэт Сандавал ушли в Морбид Энджел. Композицию Fear of the Напалм вы можете услышать в видео игре GTA – The Lost and Damned. Приветствую всех. Вы на музыкальном канале World of MP и сегодня у нас будет обзор на альбом World Downfall от группы Terrorizer. Но перед тем как мы начнем, я хочу поблагодарить наших подписчиков, благодаря которым и выходит следующий обзор. А именно Слажмена, Дмитрия Кулакова и всех остальных, кто поддержал сегодняшний ролик. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь в наш канал и по возможности ставьте подписчиками Бусти и Патреон или спонсором канала. Ну что, дамы и господа, это уже наш третий обзор на Грайнд альбом. До этого уже у нас были обзоры на Напалм Дэсс Кам и Repulsion Horrified. Ну а так как Боженька любит троицу, поэтому сегодня делаем обзор на Terrorizer. Кстати, Боженька есть на обложке. Про группу Terrorizer я узнал благодаря Morbid Angel, где играл Винсетт и Пэт. Я уже точно не помню, в каком-то интервью я наткнулся, что была группа Terrorizer и там как раз Винсетт и Пэт играли на ритм-секции. И соответственно мне стало интересно, а что там за музыка. Когда я их впервые услышал, я подумал, матенька Божья, что за хлам. Это уже потом, когда я стал слушать такую музыку, тогда я их уже и распробовал. А тем более, если их сравнивать с каким-то Напалм Дэсс Кам или Horrified от Repulsion, то это уже совсем другая история. Я хочу вам сказать больше, что именно эти три альбома для меня и есть олицетворением старошкольного Грайнда. Понятное дело, что те альбомы со сегодняшним Грайнда практически не имеют ничего общего, но именно эти альбомы и вывели этот стиль на новый уровень. Самое интересное то, что те альбомы друг друга вдохновляли. Если кто не знает, то Напалм Дэсс вдохновлялись альбомом Repulsion Horrified, а Terrorizer вдохновлялись и теми и теми. И благодаря этому мы получили три уникальных продукта. Хотя, как вы видите, только Напалм Дэсс выбились в топы. Альбом Wall Down Fall вышел 13 ноября в 1989 году на лейбле E-Rake. Как вы уже, наверное, поняли, что именно E-Rake в то время под себя и брали эти все экстремальные группы. Потому что в тот же год на этом же лейбле выходили еще альбомы Carcass, Walt Rover, Morbid Angel. То есть, по сути, все самое экстремальное, что выходило в то время E-Rake просто подмяли под себя. Хотя все началось два года назад с альбома Напалм Дэсс Кам. Ну а сейчас я вам расскажу, какие происходили события перед записью альбома и как записывался альбом. В середине 1988 года Сандалвал получает телефонный звонок от Трея и предлагает ему сыграть на барабанах с Morbid Angel. И через несколько месяцев он уже в студии записывает Altar of Madness. Владелец E-Rake, Дигби Пирсен, отчасти по совету Шейна Эмбери Напалм Дэсс, заинтересовался Terrorizer. И хотя в то время группа не проявляла активности, Гарси и Петанда летят из Лос-Анджелеса в Тампу и репетируют с Пэтом. Репетируют в течении двух недель, прежде чем отправиться в студию Morisound. Поскольку Гарви находился в тюрьме, в партии баса играет Дэвид Винсент, который являлся поклонником группы. Так как Пэт был болен, он свои партии ударных записал за день. А Петанда записал все гитары. Альбом спродюсировал Дэвид Винсент. А Скон Бернс тогда был просто техником. Ну и сейчас вокалист Оскар добавит парочку слов об этом. Группа Мэджесси это было просто я и Эрик, а Джесси и Пит не были частью Маджести. Я просто хотел играть быстрее после того, как я услышал оригинальное демо Напалм Дэз. Пит уже играл быстро, когда мы попросили его присоединиться к Террорайзер. Джесси переписывался с Миком из Напалм Дэз, который в свою очередь говорил с Иерейк и заключил с ними контракт. Поскольку нам дали очень мало времени, попросил Джесси записать все гитары. А Дэвиду Винсенту просто повезло попасть на запись. Нам в последнюю минуту понадобился басист и он оказался в нужном месте в нужное время. А Гарри был в тюрьме в то время. Я надеюсь, что вы поняли, какая происходила ситуация с группой перед выпуском альбома. Когда выходил альбом, группы уже не было. Кстати, эта ситуация напоминает мне, чем Тары Пальджин. Ну и плюс, кто не знает, Дэвид Винсент был просто сессионным басистом. Потому что оригинальный басист тогда сидел в тюрьме. Поэтому оно так и получилось все сумбурно. Ну и плюс меня очень сильно удивило то, что группа записала альбом всего лишь за 4 дня. Где-то была такая информация, что они записали альбом всего лишь на 8 каналов. Кстати, о Бичере и свой дебютный альбом записывали таким же образом. И если кто был внимательным, то альбом продюсировал Дэвид Винсент, а Скотт Бернс просто был звукоинженером. Если кто не знает, то Скотт Бернс как раз начинал на студии звукоинженером. Это уже потом он стал продюсировать альбомы. Если я не ошибаюсь, первую группу, которую он спродюсировал это была Сепальтура с альбомом Beneath The Remains. Что касается звучания альбома, то хочу вам сказать, что звук получился даже лучше, чем нужно в Гранде. То есть смело можно утверждать, что у группы получился более дизовый звук. Потому что если звук World Downfall сравнить со Scam и Horrified, то это небо и земля. Поэтому звучание как для Гранда того времени получилось очень хорошее. Наверное стоит отдать должное, что это скорее всего музыканты не были криворукими. Ну а сейчас я вам расскажу, наверное, о самом ценном и интересном в этом альбоме. А именно про лирику и концепцию. Corporation Pull-In это композиция про отвратительные методы ведения бизнеса. Infestation критикует системное групповое мышление. Штормов стресс. Печальные исследования беспокойства и борьбы, которые приходят, когда ты оказываешься в ловушке угнетающей системы. Однако наиболее интригующими являются более абстрактные высказывания в таких треках как Afterworld Obliteration и Human Prey. Обе композиции свободны от пространственной временной зависимости. Они изображают безнадежный уничтоженный мир. В лирике альбома группа заботится о человечестве и глубоко верит в силу человеческого духа. О чем свидетельствуют лучи света, прорывающиеся через их дебютный альбом. Посмотрите на заключительную строчку Infestation. Никогда не позволяйте им брать под контроль, поддерживать ваши слова. И не отступай. Их пессимизм в отношении будущего проистекает из жестокой природы системы и ее властного влияния. Легче представить себе конец света, чем конец капитализма. Лирика альбома блестяще изображает это чувство социальной политической гомоганизации. В композиции Strategic Warheads используют образы эпокалистического конфликта и как острую метафору аналогичного мирового триумфа, неолиберального капитализма. Трек представляет собой как постисторический мир, как пустошь, как результат бесщадной системы и нации терпящих поражений. В нем есть неповторяющаяся мантра. И ничего не осталось, кроме потраченных в пустую лет. Скорбная лирическая колкость, отражающая пустую идеологическую пустошь ведения Фукуямы. Лично мне вся эта лирика и концепция очень сильно напоминает альбом на Palm Death Scam. Ну и обложка альбома конечно же это все подтверждает. Если немножко покопаться и углубиться в лирику альбома, то вы поймете, что ее писали не какие-то дураки. В ней реально очень много остро социальных элементов. После прочтения лирики вам реально захочется задуматься о многих вещах. Я хочу вам сказать больше, что на этом альбоме лирика более разумистичнее, чем на Scam. Потому что когда читаешь лирику альбома Scam, то там чувствуется подростковая наивность. Снова же обложка альбома нас отсылает к альбому Scam. Сейчас вам расскажу, как была создана эта обложка. Обложку альбома нарисовал первый штатный сотрудник Ио Рейк. Чувак по имени Мартин Несбит, который работал с 1987 по 90. Был сделан черно-белый коллаж для того, чтобы не нанимать художника и не платить денег. Поэтому Ио Рейк сделали это самостоятельно. Кроме того, у Мартина был вкус к дизайну. Поэт он вырезал и наклеил вручную из старых газет различные, заслуживающие внимания фотографии того времени, чтобы создать обложку. Как вы сами видите, когда у лейбла нет денег, тогда приходится становиться креативным. Лично мне обложка альбома очень сильно нравится, потому что она раскрывает всю суть музыки и концепции. Да, понятно, что она очень сильно по сюжету напоминает на Palm Death Scam. Снова же обложка Scam по сравнению с Wall Down Fall выглядит более наивнее. У дизайнера очень хорошо получилось отобразить на обложке, какой ад тогда происходил в то время. Что касается музыкальной стилистики альбома Wall Down Fall, то здесь все не так однозначно. Да, это старошкольный грайнд, но при этом вы можете услышать там элементы трэша, деза, кроссовера, хардкора. Лично по моему мнению, почему этот альбом причисляет к грайнду, это благодаря вокалу, ну а также бешеных ударных. Потому что гитарные рифы колебаются в стиле кроссовер, трэш, дез. Если кто-то из вас не понимает о чем я говорю, вы просто более внимательно послушайте и проанализируйте. Из альбома Wall Down Fall мне нравятся все композиции, но выделю одно любимое, это Human Prey. В этой композиции очень нравится музыка, ну а также очень сильная лирика. Ну а сейчас наш друг канала Михаил Слашман Дизгарфилд расскажет вам и покажет о своем экземпляре Террорайзер. Всем привет! С вами Слашман Дизгарфилд. Дякую Сергею за те, що запросив мене на огляд альбом World Down Fall від Террорайзер. И сегодня я вам покажу свое винилове видание, и расскажу, как я взагалі познайомився с этим гуртом и альбомом. Своё знайомство з цим альбомом я почав приблизно півтори роки назад, коли я тільки починав слухати Краст Грайнд. И тоді один з перших куртів, який я почув, это был Террорайзер World Down Fall та Repulsion Horrified. Мені подобається цей альбом своєю стилістикою. Сама обкладинка, вона, як на мене, дуже класна, вона запам'ятовується. Та і сам склад гурту доволі культовий. Джессі Пінтадус на Паум Дес, Піт Сандавало та Девід Вінсен з Бореві Тенджо, а також вокалист Оскар Гарсія, який нам відомий як вокалист гурту Наушча. Також хочу нагадати, що я маю свій Ютуб канал, де розповідаю про різні релізи української важкої музики. Тому не забуваємо підписуватись і підтримувати контент. А з вами був Діс Гарфілд. Всім па! Кстати, у Мішані також є свій Ютуб канал, на котором він також робить дуже качественні відеообзори. Ссылочка буде в описанні. Подпишитесь, підтримуйте молодого блогера. Альбом World Down Fall – це класика і культ екстремальної музики. Якщо хто не знає, англійський журнал «Террайзер» был назван в честь этой групи. Т.е. в то время група очень имела сильное влияние на сцену. Это уже сегодня другие расклады, а тогда было все по-другому. Если вы не любите грайнд, но любите при этом трэш, дэс, то вам нужно обязательно послушать этот альбом. Потому что я знаю, что когда многие слышат слово «грайнд», то они таки сразу «не-не-не, я такое слушать не буду, эта музыка не для меня, это хлам». То есть здесь совсем другая ситуация, здесь просто старошкольный грайнд. Это практически то же самое, как с традиционным блекметалом и первой волной. Поэтому не будьте ограниченными и обязательно послушайте этот альбом. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте на большие пальцы, ну а также не забываем подписываться на наш канал, нажимайте колокольчики, ну а также все самые полезные ссылочки в описании. Подписывайтесь и до новых WorldDown встреч!